Российская пропаганда пытается преподнести временные задержки с поставками вооружения украинской армии и небольшие продвижения российских войск на фронте, чуть ли не как перелом в войне. Но в отличие от пропагандистов в Кремле понимают истинное положение вещей. Учитывая несопоставимость экономического, технологического и промышленного потенциалов России и стран антипутинской коалиции, в Москве пытаются выжить максимум из сложившейся ситуации. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук и сегодня обсудим те гибридные механизмы, которыми Москва пытается переломить ход войны против Украины в свою пользу и то, получается ли у нее это. А мои собеседники – эксперт по военной контрразведке Михаил Притула и глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. А для начала выясним, способна ли Россия провести сейчас крупные, а главное – успешные военные операции. После взятия Авдеевки российские войска пытаются развить свой успех, если потенциал у России проводить крупные наступательные операции, способные переломить ход войны. Россияне потратили 4 месяца, чтобы всей своей великой армии взять населенный пункт Авдеевка, точнее то, что от нее осталось. Перед этим они потратили, кажется, год, чтобы взять Бахмут, и вот они на каждое село берут по огромному количеству времени. Тратят на это огромный человеческий ресурс, ранеными, убитыми и огромное количество техник. Ну, если так смотреть, то им не хватит далеко дойти, потому что просто людей не хватит, если они так будут разбрасываться. Вот, придется приглашать кого-то, там, северных корейцев, еще кого-то, для того, чтобы как-то вести боевые действия. А воюют они не числом, не умением, а числом. Вот что они делают. Хотя декларируются совершенно другие вещи. Они просто сжигают большое количество людей, им совершенно без разницы, что там происходит на тактическом уровне. Вот, как люди там выживают, просто бросают большим количеством людей и таким образом ведут действия. Исповедуя, скажем так, боевой устав пехоты Красной Армии про 144-45 годы. Почему так? Потому что другого ресурса нет. Может ли Россия сейчас существенно нарастить производство современного оружия, чтобы усилить свою армию? Они остановили серьезное переоборудование техники. Едет машина, и хорошо, это билет в один конец, БТР довез до позиции. Все, больше от него не нужно. Его подбили люди одноразовые, и вот на этом всем построена их работа. На одноразовых людях и на одноразовой технике. То есть это понятная, естественная позиция. Насколько этого всего хватит? Запасов у них много. То есть у них позиция достаточно простая. Советский Союз наработал десятилетиями. Огромное количество техники. Закладки в Северной Корее тоже присутствуют. Вот они оттуда все это будут брать. И в Северной Корее, и запасов, которые находятся на базах хранения. Ну, в той или иной степени выжили, разворовались за все это время. Они могут делать новые танки, но немного. Они могут делать новую технику, но немного. Конверное производство – это не конек России. Это не их фишка. Вторую мировую войну Советский Союз выигрывал не потому, что у них была мощная промышленность, а потому, что были мощные поставки в Инглии и со стороны Соединенных Штатов. К концу 43-го года промышленность СССР практически полностью остановилась. Станки перестали давать калибру. То есть вот то, что мы наблюдаем в России сейчас. То есть они вынуждены покупать через Турцию, через другие страны. Они ищут, каким путем купить, пообойтись санкций, купить оборудование. Своего нет. Точно так же это было тогда. То есть старая истина. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. Нет ничего нового под этим солнцем. Вот как было, так и происходит. И они тянут, тянут, тянут именно таким образом. Поэтому надеяться, что будет чудо, и они там изобретут конвейерное производство миллионных танков, даже Т-90 прорыв. В свое время вступление России в Сирийскую войну вызвало поток беженцев, что в свою очередь спровоцировало миграционный и политический кризис в Европе. Может ли Россия провернуть что-то подобное сейчас? Мы видим, как по всей планете распаливаются конфликты. Тот же Ближний Восток мы сейчас видим. Ситуация нестабильная на африканском континенте. Также мы видим Венесуэла. Что-то хочет от Гаяны, к примеру. Ну то есть на самом деле это происходит по всему миру. Очевидно, скоординировано между так называемой новой осью зла. Я пока туда включаю Тегеран, Москва, Пхеньян. Кто-то включает Пекин. Но тут, я считаю, у Китая своя особая задача. Но он пока играет в этой теме. Но тем не менее. Да, как раз тема мигрантов это в том числе один из инструментариев. Сегодня давление на североатлантическое пространство. Особенно мы видим вот тема мигрантов, например, в Соединенных Штатах. Как она гиперболизируется. Там есть проблемы. Действительно есть. Но она гиперболизируется в информационном плане. Вы просто откройте социальную сеть X. Посмотрите, куда работают боты. В каком направлении. Причем это не там трамповские боты. Нет. Это там конкретно ольгинские боты. Просто я не понимаю, куда смотрит Маск в своей социальной сети. Откройте TikTok тот же самый. Для американского как раз зрителя. И посмотрите, что там выдается. Просто напомню, TikTok китайская социальная сеть. И тоже там идет клиповое мышление. Используется для того, чтобы люди не сильно вникали в проблему. А на эмоциональном уровне у них оставался определенный отпечаток внутри. И формировалось мнение уже с точки зрения не рацию, а эмоциональной составляющей. Если говорить про страны Европейского Союза. Так это мы видели постоянно. И вот эти потоки нелегальных мигрантов, которые Средиземным морем шли через Италию пытались заходить и так далее. Мы видели как информацию, когда непосредственно российские спецслужбы координировали с разных азийских стран. Как раз чуть ли не билеты продавали за дешево, что вы можете попасть без проблем в ЕС. И даже организовывали воежи с нелегальными мигрантами. Ну плюс опять-таки ситуация там в Белоруссии. Либо на границе с Финляндией. Ну мы же видим действительно, тема мигрантов, она используется постоянно и повсеместно. На что она давит? Во-первых, конечно же на ослабление нынешних властей в Европейском Союзе. А во-вторых, усиление платформы радикалов. Ну как радикалов, там есть праворадикальные партии, леворадикального толка. Но тем не менее, везде используется тема мигрантов для того, чтобы насолить нынешние власти и поднять рейтинг оппозиции. А оппозиция, как обычно, она с точки зрения геополитики, она больше все-таки смотрит в сторону изоляционизма. А не в сторону глобализма. И именно на это и давит, соответственно, российская власть, российские спецслужбы. Для того, чтобы сбить все возможные коммуникационные вот эти связи, которые есть между странами. И ослабить, да, ослабить Европейский Союз с точки зрения политического союза. Потому что, ну очевидно, что экономически только интересно Москве для того, чтобы продавать свою продукцию. А политически, конечно, Россия выгодно просто раскрыть Европу опять по примеру, например, организации Варшавского договора. И поделить на сферы влияния. Кстати, именно об этом, по сути, и требования Путина откатиться НАТО до границ 97-го года. Это просто про сферы влияния, когда Россия четко очерчивает, что она хочет иметь под своим непосредственным контролем. Ну и часть стран полностью поглотить, аннексировать. Россия способна сделать поток мигрантов из России. Но это уже они как бы пытались сделать. Мы видим, что умные люди во многом случае уехали из России давно. Для давления они сделали. Миграционная кризиса, им больше как бы запасов нет. С Украины они сделали иммиграционный поток. Получилось. И как бы Сирия. Это один из вариантов был. Те сирийцы вполне успешно интегрировались в европейское общество. Кто куда доехал. Некоторые даже уже с украинским видом на жительство тоже попали в Европу по 24-м параметрам. В последнее время чиновники и военные в Европе говорят о вероятности нападения России на одну из стран НАТО. Это реально? Что они могут сделать в этом направлении? Ну, как бы, опять же, чисто потенциал. Чисто потенциал, не более того. Нанесение обескураживающего удара по центрам принятия решений в Лондоне, Риме, Париже, Берлине. С одновременной атакой всеми существующими танками по Сувальскому коридору. И оккупации там стран баллов. Ну, такую вот фигню они могут. Я хочу подчеркивать, это умозрительные вещи. Нельзя, чтобы не было паники, там еще чего. Именно эти сценарии сейчас отрабатываются во время учений, которые проводятся в странах НАТО в Европе. То есть это, ну, с одной стороны, это умозрительные сценарии. Мы понимаем, что вот что можно сделать, да, если есть дырочка в шарике, он будет. Значит, вот если есть такой потенциал, они будут стараться его использовать. Как у них получится, это другое вот. Может ли Россия подтолкнуть, например, Иран или Северную Корею на какой-нибудь большой конфликт или даже войну, чтобы отвлечь Запад от помощи Украине? Северная Корея, она отдает боеприпасы России. Скорее всего, будет это. Будет ли она сама идти в бой? Ну, это вряд ли. Делать будет. Деньги зарабатывать будет. Сама идти в бой? Нет. Это противоречит идеологии Чучхе. Самодостаточность. Чучхе – это идеология Северной Китании. Точно так же идеология Китая противоречит интересам России. По-другому они работают. И Иран не пойдет в бой. Им это тоже не нужно. Ну, просто не нужно. Им хорошо зарабатывают деньги на Россию. Вот. А воевать сами, ну, зачем им это? От самоуверенных заявлений про взятие Киева за три дня Россия дошла до Авдеевки, на взятие которой ушло фактически 10 лет. Но если Кремль уже не может полагаться только на силу своего оружия, то на что тогда делает ставку? Будет ли Россия пытаться ослабить своих противников при помощи невоенных, гибридных методов? И как именно? Я думаю, что Россия не просто будет продолжать такие гибридные атаки, она их усиливает. Проведение вот этих ИПСО, информационно-психологических спецопераций, они выходят на новый уровень. Не зря сейчас есть данные о работе комитетов особого влияния, которыми управляет Сергей Кириенко из администрации Путина. И координация происходит и российских спецслужб, это СВР, это ФСБ, это ГРУ, но и разных даже неполитических инициатив, которые развиваются в европейских странах, в Украине. И координация проходит по разным абсолютно линиям, будь то социальная политика, будь то негодование по поводу зеленого курса, будь то вопрос, кстати, энергоносителей, повышения цены энергоносителей. Используются абсолютно-абсолютно разные технологии. Единственная их задача сталкивать лбами и производить дезорганизацию вот этой координационной платформы, которая сейчас не только вокруг Украины создалась, мы знаем там коалиция Рамштайн и все, но и в общем ослабить сегодня и Соединенные Штаты изнутри, и европейские страны. На что сейчас направлены российские ИПСО, то есть информационно-психологические операции? В преддверии выборов, а мы понимаем, что 2024 год это год, когда на самом деле более 4 миллиардов населения нашей планеты идет на выборы. И это просто замечательная платформа для использования гибридных информационных технологий, политтехнологических. И это происходит везде, и в Украине в том числе, кстати, и это усиливается, то что мы слышим о плане, якобы названном Майдан-3. То есть, я кстати говорю, надо понимать эту фразу не с точки зрения украинца, а с точки зрения российских спецслужб, которые все-таки дают этому назначению другое понятие, якобы там свержение власти и так далее. Но опять-таки, я просто говорю о том, что работа идет комплексная. Комплексная с точки зрения ослабления, поддержки, помощи Украины. Не со стороны непосредственно властей, а со стороны общества для того, чтобы социологические службы демонстрировали нисходящий тренд. И потом приходили с соответствующими результатами к властям, условно Германии, например, или Италии, говорили. А видите, наше общество меньше поддерживает. Так надо, значит, меньше якобы принимать решения по Украине. Российская Федерация, она очень последовательна и структурирована, влияет на то, чтобы разжигать тему. Ну, абсолютно разные, опять-таки, ковид, отношения к разным ориентациям, отношения к социальной политике. Там это может разные абсолютно быть вопросы, но они поднимают градус в обществе настолько высоко, что начинают уже говорить о якобы будущей гражданской войне в США. То есть это же работа на самом деле внешних сил. Никто из институций в США, какие бы там не были слоны, ослы и так далее, они не собираются доводить страну до непосредственно такого конфликта. Эта работа, конечно же, делается извне. И поэтому мы должны понимать, что как мы уже фиксируем подобные вещи, диагностируем их, также и общество должны быть готовы для того, чтобы фильтровать. Время от времени подкидывает проблем марионеточный анклав Приднестровья. Может ли Россия что-то серьезное организовать там? Тема Приднестровья у них не исходила с повестки дня, самого первого дня войны. Был понятен их удар через Одессу, Николаев, выйти, соединиться с Приднестровьем. И, собственно говоря, все эти мечты окончились тем, что корабль ушел, русский военный корабль ушел туда, куда его послали. Вот. И вот все. Системы прикрытия боевого и ПВО, который был на этом кресле, у них нет. Для, возможно, десантной операции за затоками. Вот. Все. Без этого как бы бессмысленно. Наземная операция провалилась, морская провалилась. Не могут. Самолетами не долетят, десант не вылезут. Значит, они будут качать ситуацию так. Тогда возникает вопрос. Вот давайте посмотрим на Приднестровье. Оно финансировалось с российского бюджета, с одной части. С другой стороны, люди имели свое натуральное хозяйство, имели румынские и молдавские паспорта. Как правило, все. В том числе, все 220 тысяч российских граждан, которые они декларируют. И при первой же возможности они давно уже уехали. Армия 5 тысяч человек декларируемая. Мобилизационный потенциал декларируемый 30 тысяч человек. Вот эти вот 30 тысяч человек, которые они хотят использовать, они хотят идти воевать? Реально? Они выросли в мире 30 с лишним лет. Кончилась эта война у них. Начата опять же Россия. Вот все. Им это не нужно. Вот скажите, тещи там и так далее. Они далеко от России перекрестились, что нет. Крестились от России уже давным-давно. Пока деньги дают, пока как бы да. Нужно делать вид, будут делать вид. А захотят ли они идти реально воевать вот сейчас? Я думаю, нет. Вид будут делать, да, воевать нет. Западные союзники Украины замечают российскую гибридную подрывную деятельность. Они как-то этому противодействуют? Украина об этом просто кричит. Украинские специалисты, украинские спецслужбы прямо показывают конкретную работу россиян. Причем проводят конкретные аналогии. Мы-то это влияние видели десятками лет у нас. На самом-то деле, поскольку такие мощные организации пророссийского толка нацелены на дальнейший раскол Украины. Но мы фактически видели их создание чуть ли не со середины двухтысячных в гуманитарной сфере. Это действительно проходило. Я уже не вспоминаю о ситуации в Крыму в середине девяностых. Ладно, это будет долгая история. Но, тем не менее, Украина же делится этой информацией. И, как мы видим, в принципе, коммуникация между властями, она происходит между спецслужбами. Видно, что крайне серьезно к этому вопросу относятся, например, страны Балтии. И мы видим, как то в Эстонии, то в Латвии таких агентов находят, высылают, проводят анализ очень серьезный. Но, чем ближе, конечно, непосредственно к границе Российской Федерации, тем эти риски чувствуются более сильно. Но, опять-таки, работают везде. Это понимают и в Великобритании тоже самое. Даже такие точечные акции по типу Солсбери, как мы помним, они все равно крайне серьезно влияют на позицию западных стран и на ужесточение контроля за российскими спецслужбами. Именно поэтому, начиная с 2015 года, приблизительно общая сеть, агентурная сеть российских спецслужб, она уменьшалась. Уменьшалась крайне серьезно и возможности финансировать пророссийскую повестку также уменьшалась. Но россияне, они взяли от этого урок, ну, очевидно, где-то с начала прошлого года. И ситуация пошла в обратном направлении. Поэтому сейчас Украина, я думаю, что она будет одной из стран, которая поведет вот эту контрдиверсионную кампанию, поскольку действительно нужно вычищать среди и европейских стран, и Соединенных Штатов. И не только, кстати, надо смотреть и на Южную Америку, поскольку там очень серьезное проникновение российских спецслужб, и Африку, в конце концов. Поэтому, да, действительно, здесь нужна такая глобальная кампания по уменьшению пагубного влияния российских спецслужб. Итак, делаем выводы. Небольшие продвижения российских войск на фронте не связаны с реформированием или усилением самой российской армии, а лишь с нехваткой боеприпасов у вооруженных сил Украины. Но это связано с задержками западных поставок, что, собственно, уже решается. Поэтому, не имея возможности переломить ход войны на поле боя, Россия активизирует гибридные усилия по подрыву единства антипутинской коалиции и помощи Украине. Но намерения и методы подрывной деятельности России уже хорошо известны, поэтому ее гибридные атаки становятся все более неэффективными. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.